ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы возглавляете администрацию района, и я знаю, что до этого вы были депутатом, и вот этот опыт вам пригождается сегодня, и в чем он вообще состоит? Во-первых, главой района я в ближайшее время буду как 9 месяцев. До этого, с 2004 года, два созыва подряд, 4-й и 5-й, я являлся депутатом Думы городского округа Самара от Красноглинского района. Вот об этом-то и речь. Опыт большой, вот как вам он сегодня пригождается? Вы знаете, мне помнится первое мое присутствие в Думе городского округа Самара в качестве главы, где я был на протяжении 10 лет, и на все происходящее я смотрел совсем другими глазами. Вот разница представительной и исполнительной власти, и ее вот взаимная работа, это, безусловно, очень важный фактор управления районом. Понятно, что теперь вы смотрите другими глазами и видите намного больше деталей, да? Конечно, конечно. Как представитель двух властей, ветвей власти. Ну, о других фактах вашей биографии мы узнаем из ролика, который предлагаю посмотреть прямо сейчас. Олег Игоревич Комаров. Родился в 1973 году в Хабаровске. Школу окончил в Кировском районе Самары. Высшее образование получил в Самарском государственном университете по специальности юриспруденция. Олег Игоревич работал ведущим специалистом отдела внешнеэкономических связей и маркетинга управления международных и внешнеэкономических связей администрации Самарской области. В послужном списке Комарова должность начальника правового управления комитета по управлению имуществом, директор Самарского филиала Ростехинвентаризации, руководитель ООО ЖКХ. В 2004-м Олег Комаров был избран депутатом Самарской городской думы 4-го созыва, затем переизбран на второй срок депутатом думы 5-го созыва по Красноглинскому избирательному округу. В июле 2015 года Олег Комаров назначен на должность главы Красноглинского внутригородского района Самары. Проявляет себя как активный, энергичный, неравнодушный руководитель. Особое внимание Олег Игоревич уделяет молодежной политике. В свое время он возглавлял молодежное движение «Единство» и не понаслышке знает о проблемах современной молодежи. Большой вклад он внес в развитие спорта и продолжает активную работу в этой области. Сам Олег Игоревич увлекается футболом, боксом, бодибилдингом, профессионально занимался греблей, женат, воспитывает трех дочерей. Все верно. Да, все верно, вот уточнил наш гость. Я хотела спросить у Юрия Сергеевича, вот вы представляете Красноглинский район в городской думе. Какие возможности и полномочия есть у депутата городского масштаба, чтобы решить конкретную проблему района? Вот как эта схема работает, какой механизм? Наверное, самая главная возможность на сегодняшний день – это возможность решать вопросы непосредственно со структурами городской администрации. Дело в том, что несмотря на то, что масса полномочий от городской администрации сегодня передана в районы, все равно часть, я бы сказал, довольно важных аспектов осталось в ведении городской администрации и структур городской администрации. Соответственно, депутаты городской думы волей-неволей, в силу специфики своей работы, мы постоянно общаемся с руководителями департаментов, с ведущими специалистами, с их заместителями, с главой города, с первыми заместителями главы города. То есть, безусловно, вот те вопросы, которые выходят на общегородской уровень из района, они, конечно, через депутатов, представляющих район в городской думе, решаются гораздо проще и быстрее. Должны решаться гораздо проще и быстрее, да. Ваша личная связь с Красноглинским какая? Живете, работаете, еще что-то? Нет, я не живу в Красноглинском районе, но в силу своей работы я уже много лет с Красноглинским районом связан. Прониклись. Проникся, да. Ну и вообще Красноглинский район, некоторые ошибочно считают, что это такой некий периферийный район города, а я бы сказал наоборот. На сегодняшний день это ворота города, потому что... Некоторые говорят, что уже издорожный район ворота города. Издорожный, безусловно, там вокзал, безусловно. Красноглинский тоже. Но Красноглинский это другие ворота, с другой стороны. У города несколько въездов, несколько ворот. И Красноглинский как раз одно из ключевых направлений. Поэтому я считаю, что на сегодняшний день Красноглинский район, конечно, играет в жизни города, конечно, может быть, не главную роль, но одну из ведущих, безусловно. Предлагаю телезрителям узнать и о вашей биографии. Посмотрим ролик и потом продолжим разговор. Юрий Левин родился в городе Куйбышеве. Окончил Самарский государственный технический университет по специальности электроснабжения промышленных предприятий. Прошел службу в армии. С 2006 года работал генеральным директором строительной корпорации «Авиакорп», но и не корпорации «Кошелев». Юрий Левин принимал участие в разработке нескольких законодательных инициатив, направленных на соблюдение прав дольщиков при долевом участии в строительстве, применении подходов государственно-частного партнерства при комплексном освоении территорий. В 2015-м Юрий Сергеевич избран депутатом Думы городского округа Самары шестого созыва, является заместителем председателя комитета по бюджету, налогам и экономике, членом комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям Думы городского округа Самара. Член партии «Единая Россия» Юрия Левина отличает высокие профессиональные и лидерские качества, умение общаться с людьми, женат, воспитывает сына и дочь. В настоящее время проходит реформа местного самоправления, и пока, к сожалению, до конца, вот мало кто понимает, в чем же заключается основная задача реформы, и как она реализуется на местах. Вот, Олег Игоревич, вы столкнулись уже с этим? Что-то нового появилось в работе руководителя администрации? И что это новое? Что меняется? Ну, безусловно, администрация начинает работать совсем в иных условиях. За предыдущее десятилетие администрациями районов фактически была полностью утрачена возможность самостоятельного существования. Мы сегодня заново учимся работать со своим бюджетом. Это бюджетный процесс, это система налогообложения, это торги, это конкурсная служба, это служба экономического анализа. Все то, чего раньше у администрации района не существовало. Сегодня это для нас новое, но это главное для нас. Научиться жить самостоятельно, опираясь на собственный бюджет. То есть ваша задача формировать силами района этот бюджет, да? Вот, Юрий Сергеевич, расскажите, какие параметры сегодня у Красноглинского, чтобы мы могли представлять, какой суммой владеет район, и вообще на что можно в таком случае ее потратить, направить? Вы знаете, на сегодняшний день, конечно, параметры бюджета, к сожалению, невелики. И, опять же, к сожалению, эти цифры не в состоянии покрыть всех сегодняшних потребностей района. Тем не менее, вот о чем сказал Олег Игоревич совершенно справедливо, обязанность наполнения бюджета сегодня лежит на нас. И в дополнение к его словам я хотел бы добавить, что в моем понимании вот суть реформы самоуправления, она заключается не только в том, что власть должна идти к народу, но и народ тоже должен идти к власти. Да, не нужно, вот я какую программу уже повторяю, не нужно идеализировать людей, жителей, потому что никто никому ничего не должен. Это должно быть такое движение не параллельно, а пересекающееся. Совершенно правильно. Видите ли, вот в наших условиях мы как-то в своей жизни привыкли все время что-то требовать. Нам должны то, нам должны это. Безусловно, это так. И, безусловно, все ветви власти должны стремиться только к одному, чтобы гражданам нашего города, жителям наших районов жилось комфортнее, лучше, интереснее и так далее. Но, с другой стороны, должна быть ответная реакция от людей. То есть они должны сегодня осознать и понять, что в их руках, как раз находится вот этот инструмент, благодаря которому их жизнь может стать лучше и комфортнее, и интереснее. Да, вот, Олег Игоревич, вы сказали налоги, да, но это прерогатива налоговой службы. Собирать их, там, укомплектовывать, направлять. Вы как-то будете в этом тоже участвовать, вот, в собираемости? Это же тоже вот фактор основной. Безусловно, это самая большая заинтересованность сегодня наш и депутатского корпуса в собираемости налогов. Просто хочу привести пример, что в прошлом году только порядка 45-50 процентов красноглинцев оплатили свои налоги. Почти половина, так скажем. И самое главное сегодня первое, что мы должны монотонно, ежедневно доносить до населения, что сегодня мы – это семья, у которой есть свой бюджет. Так, интересная модель. Вот, и только от этого, отталкиваясь на это, мы завтра будем спрашивать с депутатов, с администрации о том, насколько качественно и комфортно мы живем. Вот это первый этап. Это связь с населением, связь с юридическими лицами, с которыми сегодня мы проводим встречи, объясняем необходимость и важность этих процессов, ну и непосредственно работа с налоговой инспекцией Краснодарского района. Нами сегодня подписано соглашение о взаимодействии, создана междведомственная балансовая группа, на которую приглашаются неоплательщики, должники, если раньше мы себе могли позволить администрации проводить балансовую комиссию раз в квартал, то сегодня это еженедельный процесс. Поэтому эти вот инструменты, которыми сегодня мы пользуемся, я считаю, что на данный момент это максимально возможно, что можно сделать. И третье можно добавить следующее, что сегодня необходимо провести инвентаризацию всего того, с чего мы взыскиваем налоговую сумму. Не секрет, что на сегодняшний день большое количество земельных участков, имущества построенных домов, введенных в эксплуатацию на квартирных домах, не проходит госрегистрацию, не становится на кадастровый учет. Я очень часто привожу пример от последних месяцев, когда мы в процессе инвентаризации выявили в поселке Прибрежном порядка пяти садово-дачных товариществ, которые не стоят на кадастровом учете и не зарегистрированы права на недвижимое имущество. Это порядка четырех тысяч домовладений. Представляете, какая большая цифра. Поэтому сегодня активная работа ведется, и в том числе... Административная комиссия тоже, наверное, определенный вклад вносит в бюджет. Чтобы было общее понимание, то у нас сегодня четыре источника наполнения бюджета. Это два налоговых источника. 10% налога земельного остается в бюджете, равен 50% налога на имущество физических лиц. Дальше у нас идут штрафные поступления. Это все, что связано с теми полномочиями, в кавычках, которые сегодня мы получили. Это деятельность административной комиссии, это жилищный контроль муниципальный, это лесной контроль, это земельный контроль. И четвертый источник – это дотация и субвенции. Поэтому, безусловно, об этом можно сказать отдельно, но в рамках вот этих полномочий, которые мы получили сегодня относительно административной комиссии, да, наша сегодня задача. Да, ваш район особенный. Вы сказали уже про дачи и сады. Вот действительно, там очень их много. И такой фактор нужно тоже учитывать. Я предлагаю посмотреть, как выглядит район сегодня и кратко узнать о истории Красноглинского и его особенностях. А потом продолжим. Красноглинский район Самары был образован 22 февраля 1952 года. Однако в первый раз статус района Красноглинский получил в 1942. Но уже в сентябре 1946 был упразднен и включен в состав Кировского района. Активное освоение территории будущего района началось в 30-е годы 20-го столетия в связи с первоначальными планами строительства Куйбышевского гидроузла между островом Зелененький и правым берегом Волги. От этих планов отказались. Осозданная ремонтно-строительная база со временем выросла в предприятия, которые действуют до сих пор. Красноглинский район состоит из пяти отдаленных друг от друга поселков. Каждый из них возник и развивался при определенном предприятии. Сегодня это поселки Управленческий, Мехзавод, Красная Глинка, Береза и Прибрежный. Основная часть района расположена на возвышенности. Территория застроена многоэтажными жилыми домами и общественно значимыми объектами. Достаточно развита социальная и инженерная инфраструктура. Производственная сфера, историко-культурная и эстетическая среда. Красноглинский район по существу является эколого-рекреационной зоной в черте крупнейшего индустриального центра. Он расположен в зоне реликтовых образований и уникальной флоры и фауны сокольих гор и обладает природными ресурсами общенациональной ценности. Экологическая составляющая района привлекает дачников и любителей физкультуры. В зеленой зоне города около 60 садоводческих товариществ. Также в районе действует 100 с лишним спортивных сооружений. В структуре промышленного производства района наибольший удельный вес занимают обрабатывающие предприятия. Налажено производство и распределение тепловой и электрической энергии, воды, а также электрооборудование, запасных частей к автомобилям, пищевых продуктов. Численность жителей района с учетом жителей поселка Козелки, села Ясная Поляна, микрорайонов Крутые Ключи и Новая Самара приближается к 88 тысячам человек. К сожалению, у каждого района есть как свои достопримечательности и особенности, так и проблемы, которые тоже можно к специфике района отнести. Я недавно столкнулась с тем, что Красноглинский считается одним из самых криминальных районов. Не знаю, насколько... Прямо первый в списке, ссылаясь, не буду называть какой сайт. Вот как можно с этим бороться и вообще в полномочия главы что входит с точки зрения обеспечения безопасности? Вот как вы с этим работаете? Такие вот не только бытовые жилищно-коммунальные проблемы жителей, дороги и так далее. Знаете, если бы вы задавали вопрос о тех проблемах, которые вы сегодня видите первоочередного характера для района, я, безусловно, бы криминальную составляющую на первое место не ставил. Я, наверное, поставил бы состояние жилого фонда, огромное количество ветхого жилого фонда. Да, безусловно, это на первое место. Ну и мы же прекрасно понимаем, находясь постоянно в общении с жителями, да, и для себя как бы градируем эти проблемы. Это ветхое жилье, это дорога, благоустройство. Проблемы, которые сегодня возникают транспортного характера, вопросы, связанные с деятельностью потребительского рынка. Да, 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 это уже актуальная проблема. Поэтому, что касается криминальной составляющей, мы находимся на постоянной и ежедневной связи с руководством районного отдела внутренних дел, где-то совместно реагируем, совместно участвуем в организации деятельности добровольных народных дружин. Да, вы как такой общественник и работник с молодежью, вот что можете, как про дружины, такой вот недавно совсем был подъем, все говорили о ДНД, о том, что нужно выходить, люди ходили. Сегодня идет спад или нет? Или это все-таки работа налаженная? Или нормально? Да, вы знаете, на сегодняшний день при взаимодействии с общественной организацией, которая является непосредственной стороной, мы не наблюдаем вообще дефицита в ребятах, желающих участвовать в деятельности добровольной народной дружины. Ну, это хорошо. Юрий Сергеевич, вот как во всех этих перечисленных проблемах района главой участвуют депутаты? Просто хочется понять вот эту картину. И главное, как выстраивается ваша взаимосвязь с самими депутатами? Ой, с властью. С властью, хорошо. Тогда начнем сначала. Если мы говорим о состоянии, о криминальной составляющей, то я могу сказать, что хоть я и, так сказать, не так давно депутатствую, за это время уже я лично присутствовал на двух отчетах руководителей различных уровней управления внутренних дел. То есть перед депутатами городской думы отчитывалось руководство городского управления внутренних дел, перед депутатами районными отчитывался руководитель районного управления внутренних дел. Значит, депутаты как бы находятся постоянно в курсе ситуации, как у нас что происходит. Могу к чести нашей полиции сказать, что я не очень много знаю случаев за последние лет 20, когда у нас открывались новые отделения. Тем не менее у нас в районе, в Красноглинском, наверное, вы знаете, открылось новое полноценное большое отделение полиции на территории микро-район «Крутые ключи». То есть я вот, честно говоря, солидарен с мнением главы и тоже не стал бы криминальной составляющей. Вот в этих отчетах, которые мы заслушивали, ну никогда не звучало, что Красноглинский район находится в какой-то там зоне риска, скажем так. Я думаю, что у нас ни лучше и ни хуже, чем у других ситуаций. Это первое. Что касается проблем, которые Олег Игоревич озвучил, проблем, которые действительно у нас стоят на первом месте. Безусловно, депутаты здесь могут, должны и, как я знаю, принимают самое активное участие в решении этих проблем. Проблемы благоустройства, дороги, состояние жилого фонда, состояние малых архитектурных форм. То есть то, с чем каждый житель сталкивается ежедневно, даже еще не выйдя, так сказать, из своего дома, да, то есть уже вышел из квартиры в подъезд, и уже можно какие-то видеть проблемы. Безусловно, все это работает. Сегодняшний уровень взаимодействия ветвей власти, ну не знаю, я, честно говоря, такого никогда не встречал. Я, например, могу сказать, что доступ к телу главы... Это отлично, да. Мы в свое время с Олегом Игоревичем обсуждали этот вопрос, и он говорил, когда я был депутатом, я не мог пробиться к главе, то есть меня там кружили по всяким отделам, инстанциям, заместителям, но я не имел возможности пообщаться с главой. Я могу абсолютно честно признаться в том, что я могу в любое время дня и ночи набрать на сотовый телефон и обсудить любой вопрос с главой. Это первое. Такая же возможность, безусловно, это не меня лично касается, такая возможность есть у всех депутатов районного совета. То есть у нас у всех есть отпечатанные справочники телефонов всех специалистов, начиная с главы, его заместителей и до рядовых специалистов администрации, с сотовыми телефонами, с рабочими телефонами. То есть мы в любое время, в любом месте, мы всегда на связи. Да, я хотела бы еще вот уточнить, депутатов районных советов стало больше. Вот главное условие, когда количество перейдет в качество, на ваш взгляд, какое? А в этом и заключается основная идея. Понимаете, в предыдущем созыве городской думы, я сейчас точно не помню цифры, но на каждого депутата приходилось порядка 30-40 тысяч жителей. Из этого можно составить себе понимание, насколько эффективно мог один человек провзаимодействовать с 30-40 тысячами людей. На сегодняшний день структура выборная такова, что округа у нас уменьшились, и каждый депутат у нас представляет от 2-2,5 до 4 тысяч человек. То есть эта цифра вполне реальная. И я могу сказать, что большинство депутатов, кто участвовал в выборах, ну они своими ногами, вот практически все вот эти вот 2-4 тысячи человек прошли, как-то повстречались, пообщались, познакомились. И я, наверное, не побоюсь сказать, что на сегодняшний день жители, наверное, своих депутатов все-таки больше знают в лицо и лично, чем как это было бы раньше. Хотелось бы, даже нужно какую-то акцию провести, чтобы люди знали своего депутата, потому что их стало больше, вот с одной стороны лучше, да, а с другой стороны их много. И тоже, если раньше вот один от города, не нужна такая? Нет, нужна системная, планомерная работа. Понятно. Только в этом заключается. Вы не первый глава района, который приходит в эфир этой программы. До этого был Игорь Рудаков, глава Кировского. И вот его такая фишка, конек, как руководитель, это интерактив. То есть он в соцсетях, твиттер там, он отвечает, контролирует не только жителей, реагирует на запросы, вопросы жителей, но и на подчиненных тоже реакция очень быстро. У вас есть, как у руководителя, свой конек? Безусловно. Это, я могу догадаться, доступность, о которой говорил Юрий Сергеевич Ленин? Это, наверное, один из аспектов, безусловно, это ориентированность на население. Мы сегодня можем констатировать, что администрация Красноглинского района имеет свои страницы во всех ныне существующих соцсетях. Это первый момент. Активно работающие соцсети. Второй момент. Я лично, как глава, веду постоянные встречи с жителями. На прошлой неделе была встреча с мехзаводом, с управленческим. Причем на этих встречах я вслух произношу свой номер телефона. Так. И помимо того, что до Юра у меня есть приемные дни, любой житель может мне написать сообщение. А много звонков по телефону? Звонят или нет? Пишут сообщения. Пишут сообщения, записываются на прием. Иногда отсылают фотографию проблемной ямы, которую подрядчик выкопал, но за собой не убрал. Поэтому из этого и складывается постоянная планомерная система. Вот именно здесь, я считаю, ключевой показатель того, наверное, о чем говорили, декларировали. И в том числе Николай Иванович Меркушкин, когда ориентировал новую модель работы с населением, модель ручного доступа к административным процессам. Поэтому здесь максимальная открытость – это наш приоритет. Чем менее мы закрыты, тем меньше к нам вопросов взаймы. Да, ну несколько раз уже из ваших уст прозвучала тема благоустройства, пока мы ее не касались. Но это вот конек нынешнего сезона. Для каждого района города апрель традиционно становится месяцем благоустройства и наведения порядка. Именно в это время и в этом очищающем процессе происходит объединение людей. На уборку выходят все – жильцы, управленцы и, конечно же, депутаты. Наш сюжет из Красноглинского района. Собрать жильцов на уборку двора для Марии Андреевны труда не составляет. Уже 40 лет она старшая по дому. Знает всех и каждого. Неравнодушное отношение к месту, где живешь, передает другим и заряжает их своей энергией. Мне как-то не все, не безразлично все, понимаете. Мне вот переживаешь, что у меня не так. Вот добивали, что нам двор сделали очень хорошо. Наконец-то мы три года добивались. На самом деле мы добились, нам двор сделали. Теперь у нас очень хорошо и красиво. И постараемся содержать прилично. В организации массового наведения чистоты принимают участие и ТОСы. Начинаются стратегии. Нужно полностью очистить территорию района от грязи. А тактика – добровольное желание жильцов навести порядок. Мы собираем совет ТОС в составе 12 человек, определяем все необходимые мероприятия, которые мы должны провести в течение месяца. У нас бывают несоответствия. То есть средники, субботники, жители выходят по своей инициативе в любое для них удобное время. Люди любят, любят свой дом. Вот эти вот все участки, все, тут сажают, каждый свои цветы привозит. Вот сегодня такие привезли, там другие такие привезли. Так что, ну как не любить свой дом, где ты живешь. Даже на тех лавочках отдохнуть. И то приятно, что около тебя чисто, светло, уютно. И я не знаю, откуда это все берется. Наверное, от человека. Александр Палагичев живет в Красноглинском районе и как депутат представляет его интересы в городской думе. Уже 30 лет он работает на одном и том же предприятии – электрощит. Прекрасно помнит, как проходили субботники. Раньше и рад, что традиции сохраняются. Жители поселка очень трепетно относятся к этой традиции. И большая проблема, что то количество мусора, которое образуется, например, да, мы не можем даже вывезти сразу, потому что жители очень любят свой поселок, да и, в общем-то, очень отзываются. Потому что видят, что и руководство завода, и руководство коммунальной компании, да, и администрации все… У нас и общественный совет на поселке работает, и ТОС существует. И все эти организации, они всячески мобилизуют. Союз молодежи есть, да. У нас даже есть союз ветеранов, который, безусловно, тоже к нам присоединяется. То есть у них есть своя территория. Они, как говорится, каждый год за нее отвечают, все убираются и тоже вместе с нами участвуют. Основная нагрузка по содержанию внутридомовых территорий ложится на управляющие компании. Их в Красноглинском порядка десяти. Каждая закупила лопаты, метлы, мешки и рукавицы для желающих присоединиться к уборке жителей. Уже сегодня будут вывешены объявления на досках при наших домах, где можно получить инвентарь для уборки. И, пожалуйста, приходите, принимайте участие. Коллекнитесь на призыв. Вы ходите на субботник. И вообще, какое у вас отношение к уборке? Потому что у всех бывает разное. Кто-то говорит, что коммунальные службы должны это делать, мы деньги платим. Кто-то выходит и радостно работает, и удовольствие еще получает. Я всегда привожу пример, что когда у нас дома не убрано, мы не идем к соседям пригласить их убраться у себя дома. Мы делаем это сами. Сегодня, как для меня, как для главы района, это приоритет номер один благоустройства. Поэтому это для нас не пустые слова, месячник. Да, безусловно, апрель для нас сегодня определяется как месяц генеральной уборки. Мы должны максимально совместно с жителями, с ТОСами, с общественностью, с управляющими, с подрядными организациями навести порядок. Но никто не снимает с нас ответственности и с жителей, которые живут, чтобы мы в течение года поддерживали порядок в своем доме. — Юрий Сергеевич, ну вы, надеюсь, выходите на субботники или нет? — Безусловно, да. И я вот, опять же, продолжая позицию Олега Игоревича, могу сказать, что в годы учебы в школе, я помню, был такой лозунг, не знаю, там, пионерский или не пионерский. Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. И вот это совершенно справедливо, потому что, опять же, я вот все время пытаюсь продвинуть идею движения навстречу власти и населения, населения к власти. Давайте мы вместе будем не просто раз в году выходить на субботники и наводить порядок на своих территориях, а давайте мы в течение всего года тоже будем поддерживать этот порядок. Давайте мы, прежде всего, будем следить за собой, не бросать мусор мимо урны, не захламлять площадки, где у нас находятся мусорные контейнеры, поддерживать вот этот порядок. И тогда нам всем будет житься легче и уютнее. — Потому что тот же мусор, это же вот продукт. — Наш. — Да, наш продукт. — Поверьте, если мы говорим о Красноглинском районе, ну, может быть, какой-то небольшой процент есть людей, которые по дорогам проезжают, да, но вряд ли во двор Красноглинского района кто-нибудь из Самарского приедет, чтобы намусорить. Согласитесь, это мы же сами, жильцы своего района, устраиваем тот бардак, в котором мы живем. — У вас и специфика такая. Летом очень много отдыхающих, вот именно в Красноглинском, наверное, и мусора с собой много привозят, приносят и оставляют. Вот с этим справляетесь, вот если уже в лето заглянуть? — Нет, ну, безусловно, Красноглинский район от других районов отличается тем, что как курортное место, конечно, количество сверхнормативного мусора от расчетных параметров, оно существенное, тем более в летний период. Но справляемся. И тем не менее, я опять хочу сказать, что те же пляжи, которые у нас на контракт на совесть закрепляются за подрядными организациями для уборки, они лишь только вывозят мусор. Но именно само благоустройство и чистота на пляже — это, безусловно, от нас. Пришли, отдохнули, собрали за собой, унесли в мусорный бак, положили и так далее. Это наша культура. — Да, культура — это становится ключевым словом, потому что от бескультурья столько проблем, вот какой проблем не возьми, в основе лежит отсутствие культуры. Вот какой-то, не знаю, если человек культурный, он много вещей неразумных не сделает. Я хочу, Юрий Сергеевич, обратиться. Вот вы затронули тему сближения власти людей, а вот относительно людей, избирателей и депутатов. Сегодня у избирателей есть возможность интерактивно общаться с депутатами? Вот не просто традиционно на прием записываться, приходить, излагать там свои проблемы, а вот что-то меняется в вашем общении с жителями, с избирателем? — Совершенно однозначно. По поводу приемов. — Наши страницы. — Во-первых, у нас эти приемы ведутся на регулярной основе, и это далеко не раз в два в месяц или раз в месяц. То есть я на примере своего округа могу сказать, что у нас еженедельно кто-то из депутатов на округе ведет прием. И к чести надо сказать, что бывают дни, когда люди просто не приходят, ну, видимо, не с чем прийти. — С одной стороны хорошо, а с другой хорошо. — Да, вроде бы все хорошо. Хотя, конечно, понимаю, что это не так. Это первое. Второе. Еще раз, в совершенно открытом доступе находятся все координаты всех депутатов, мобильные телефоны, адреса приемных, часы приема и так далее. То есть мы совершенно не прячемся от людей. И как в ходе выборной кампании все это декларировалось, так это на сегодняшний день, собственно говоря, и является фактом. Поэтому я не вижу никаких препятствий для общения населения со своим депутатом. И хотел бы сказать, что я бы вообще не делал разделения мой депутат, не мой депутат. Я считаю, что любой житель любого района имеет полное право обратиться вот к тому депутату, который ему на сегодняшний момент ближе. Да, вот интересно, какая позиция, кстати. Да, абсолютно нормальная позиция, потому что какая, собственно, разница интересы, какой группы населения я должен представлять. Ну, это нелогично. Это нелогично. В любом случае, я хотя бы, используя свои депутатские полномочия и свое положение в городской думе, наверное, я смогу быстрее и эффективнее донести эту проблему до... Вы так оговорились, государственно, не претендуете? Нет, не претендую. Близится выбор. Никуда не претендую. На уровне города масса работы, масса проблем. И считаю, что нельзя всем бежать куда-то вот наверх. Ваша позиция понятна. Кто-то должен остаться здесь и как-то нужно здесь тоже эту ситуацию разруливать. Понятно. Сейчас у вас тоже будет возможность ответить на вопросы жителей. Мы заранее объявляли о том, что будет эфир с главой Красноглинского района и депутатом городской думы от Красноглинского района. И предлагали зрителям задавать вопросы. К нам поступили на сайт нашей телекомпании вопросы. Зачитаю от Елены Симоновой. Когда будут заасфальтированы тротуары на мехзаводе 6 в четвертом квартале? А то после осени, как насыпали щебня, так он и лежит. Людям, дабы не сломать ноги, приходится ходить по проезжей части. Сможете вот этот адрес конкретно? Работы у нас с ноября по декабрь велись предприятием Ростелеком по прокладке новых кабелей. Согласно правилам благоустройства, если работа ведется в эти сроки, то до 15 апреля следующего года скрышные работы закрываются по временной системе, засыпаются щебнем. После 15 апреля уже приступят к закрытию асфальтом. Держим на контроле. Срок есть. Светлана Донцова. Что известно о расселении аварийных домов на первом квартале поселка Мехзавод? В частности, интересует дом номер 3. Я хочу сказать, что у нас решения по домам, которые признаны аварийными подлежащими расселению, по принятому решению на сегодняшний день отнесены на 2017-2018 год. Поэтому мы ждем с нетерпением, конечно, будем рады, если этот процесс пойдет раньше. Но опять мы прекрасно понимаем, что мы можем рассчитывать на то, на что можем рассчитывать. Есть еще вопросы. Я вам обязательно их передам, потому что указаны телефоны. Кроме решения конкретных бытовых проблем жителей района, существуют еще и общие экономические, социально-общественные. Например, работа с молодежью. О том, как депутаты районных советов могут в этом поучаствовать, узнаем из нашего сюжета. Мы встретились с депутатом райсовета Александром Рябовым, побывали у него в гостях. Предлагаем посмотреть сюжет и затем продолжим разговор. Голубоглазую лошадь Гастроль, или Гасю, как ее ласково называет Александр Рябов, ему удалось спасти от смерти. За ненадобностью ее уже хотели отправить на мясокомбинат. Ну как она плакала, когда я привез ее сюда. Вообще там, я говорю, у нее слезы были, вообще же кошмар, там лили с рекой просто. Такое ощущение, вот я говорю, мы ее от смерти спасли, такое ощущение, как будто она сейчас отрабатывает. Единственная кобыла, с которой ребенок начинает сползать, например, маленький, да, она спину ставит. Вообще уникальнейшая кобыла. В конно-спортивном клубе «Легион» не только лошади. Косули, северные олени, обезьянка, грызуны, птицы и даже говорящий ворон. Гоша. Гоша. Ребята хорошие, но единственное, с ними надо работать, вот и все. Их направлять надо по жизни. У нас задача здесь стоит, вот, не сделать, например, из них там олимпийских чемпионов, а сделать так, чтобы они вышли потом в наше общество полноценными людьми, вот, нашей страны, были патриотами нашей Родины. Для этого, убежден Александр Рябов, нужно знать свои корни. Ведь без истории нет будущего. Как нужно воспитывать любовь к родине и малой в том числе, Александр Рябов демонстрирует на своем примере. Являясь потомственным родовым казаком, он создает музей казачества. Иконы были, потому что казаки – воины православные. Ну, и здесь все есть. Казачьи заповеди, казачья культура, оружие казачье. Вот ребятишкам все рассказываем об этом. Интересные вещи, которые ребята очень много задают вопрос, например, вот, что это такое? Это пахталка, масло пахтать. Причем она действующая. Самовар – это мои бабушки, 1902 года. Вот. Вот этот гармонь, это трофейная гармонь, мой дедушка с фронта привез. Клуб, музей и сам Александр Рябов открыты для людей, которые любят природу, животных, интересуются историей и умеют ценить прекрасное. Хочу поинтересоваться, кто-то из вас был в этом клубе? Вот я лично побывала, на меня произвело неизгладимое впечатление. Были? Ну, конечно, безусловно, но сюжет не отражает то количество детей, которые проходят через этот клуб. Да, это было рано утром, просто пока никогда не было. Огромное количество, причем, знаете, вот показали кобылу, несколько лошадей, и очень сегодня активно подтягиваются ребята, которые где-то страдают какими-то недугами, в том числе детским цереблярем, параличом. Вот лошади, конечно, помогают тут очень сильно в этом плане, поэтому очень клуб востребован. Вот здесь прозвучала мысль в сюжете, что нужно знать о своих корнях. Вот мне хотелось бы у вас лично узнать, вот до какого поколения вы лично знаете о своих корнях? Дедушка, прадедушка, вот этой темой вы тоже интересовались лично? Ну, прадедушки, да. Прадедушки, прабабушки. Прадедушка, еще есть информация о прадедушке. Прадедушки, прабабушки. А кто вот, Юрий Сергеевич, лично на вас оказал такое большое влияние в жизни на формирование вашей личности? Кто повлиял? Вот что вы можете сказать? Большую степень. Если мы говорим о корнях, то безусловно, у меня оба деда, оба, я считаю, их героями. Один дед у меня воевал, кадровый военный, прошел три войны, начиная с финской, ну, японскую, можно сказать, не прошел, потому что они не доехали до этой войны. Но Великой Отечественной прошел всю, имел три тяжелых ранения, тем не менее оставался в строю все это время и, собственно говоря, уволился из армии уже после войны. Второй дед, не менее героический, хоть он и не воевал, не воевал он по совершенно объективным причинам, в 22 года он остался без обеих рук. И, тем не менее, он всю жизнь трудился, в годы войны вместе с эвакуированными предприятиями приехал в Куйбышев, всю войну проработал, работал всю свою жизнь, возглавлял отдел на заводе. Да, вам есть кем гордиться. Мне есть у кого учиться, да, и кем гордиться. Знаете, вообще, исторический аспект, он очень важен. Сегодня, проводя огромное количество встреч с молодежью, по становлению личности, я вообще хочу сказать, и всегда говорю на примере, если у дерева отрубить корни, оно неминуемо засохнет. Так и мы должны не быть иванами, не помнящими родства, а только лишь зная свое героическое прошлое нашего государства, наших предков, можем гордиться собой и с высоко поднятой головой идти вперед. Поэтому свою историю надо знать, обязательно, и гордиться ею. Мы очень великий народ. Да, ну вот на этой высокой патриотической ноте разрешите закончить нашу программу. Спасибо за то, что пришли, рассказали о том, как живет район, о том, как меняется ситуация в связи с проводимой реформой местного самоуправления. Нам нужно об этом знать, чтобы что-то делать, понимать, что нужно сделать. Спасибо еще раз. Спасибо вам. Всего хорошего. До свидания. Время программы подошло к концу. Благодарю зрителей за внимание и хочу сообщить, что в следующий раз назначим встречу представителям Куйбышевского района. Следите за анонсами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова